Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чаваха. Эй, шайтан-коробка! Я вообще не понимаю. С 2005 года, с 2013 год, вот эти все статьи его, они все были в интернете, и все было нормально. И вот с чем это связано, вот эти нападки, вот это вот закрытие, вот это вот его мгновение, вот это закрыть его подальше, чтобы он замолчал, или как-то рот ему закрыть, я не знаю, с чем это связано, но я так думаю, что это вот последние его статьи, вышедшие в свет, из-за которых вот это все началось. Вот я привезла с собой козитку. А вот, одну я нашла в газетке, это было вести, лидерские вести. Вы знаете, покажите, что бы. Можете ознакомиться, вот, то, что осталось, потому что они делали обыск, и все газеты были конфискованы, то, что вот он писал, и еще нашла маленечко вот у него в интернете, вот, еще вот такую вот статью «Идет охота» на МОТОВ. И еще были газетки, но они конфисковали все, и последнее вот еще то, что он не написал, там про статья вот должна была выйти про теремок, про КСК «Теремок». Недавно клиентка мне звонила его, которая осталась, ну, как, без него, сейчас другого адвоката взяла. Она вообще говорит, что, говорит, передали справку, что она психически больная, и состоит на учете два года уже у них. Она говорит, я вообще в шоке, я там, говорит, никогда не была. Так вот, я, говорит, я ничему не удивляюсь, говорит, что они хотят вот меленча сделать. То есть, понимаете, я вот думаю, что вот это вот все, что вот это вот в интернете было, да, вот с 2005 года по 2013 год, это не так страшно и не так нужно. Это просто была единственная ниточка, за которую можно было бы им уцепиться. А признать человека, ладно бы, посадили бы за это, да, ну, если вот там что-то он нарушил, доказали бы и посадили. Нет, надо признать его совсем окончательно невменяемым человеком, понимаете, что даже если этот человек выйдет и будет писать, потому что он им открыто говорил, он говорит, вы откажитесь, если вы не будете писать, вы сейчас пойдете, выйдете, пойдете домой. И до суда будете дома. На что он сказал, он уже говорил многим людям, да, писал, пишу и буду писать. Будешь писать, значит сиди. А если человек, ну, если человек, вот для них он опасен, несет какую-то опасность, да, они его стараются признать невменяемым, что даже если он будет писать, так оно, мы будем ссылаться на то, что у него с головой несет порядок. Проблема психиатрических клиник, мы ее поднимали еще со времени, наверное, с середины 90-х годов, что и пока она продолжает быть одной из самых закрытых структур, доступа практически нет. Мы пытались, пытались, когда меняли уголовную процессуальность, уголовный исполнительный кодекс ПНЦ 90-х, потому что в 2000-х годах создавались общественные наблюдатели комиссии, мы пытались как-то расширить деятельность вот этих комиссий, не только на СИЗО и тюрьмы, но и на психиатрические клиники, пока ничего не удалось, сейчас мы очень надеемся на готовящийся закон о национальном привитивном механизме и по объявляющим пыткам, чтобы обязательно везде, где люди недобровольно содержатся под стражей, чтобы туда был доступ. Я могу вам сказать, что помимо психиатрических клиник, еще есть дома престарелых, еще есть дома ребенка, есть еще целый ряд учреждений, где люди в той степени находятся в состоянии ограниченной свободы и куда доступа достаточного нет. Поэтому, конечно, предпринимаем, конечно, пытаемся призывать, но эта система крайне закрыта, не говоря уже о том, что, например, доступ в тот же самый Актаз, его практически нет, а это же совершенно жутко. Поэтому пока ситуация такова, а особенно когда речь идет о тех, кто не приговорен к лишению свободы или не находится на принудительном лечении или просто в психической жизни, когда речь идет о тех, кто находится на психической экспертизе, вспомните проблему с доступом к человеку. Это та же самая проблема, если она продолжает то же самое быть, доступа до него нет, общественного контроля за этими местами нет и абсолютно убежден, что злоупределение там есть. И в ряде случаев использование этой системы в тех традициях советской психики имеется. Вспомните ту же самую адвокату Мухортову, то есть это несколько случаев, которые только у нас есть. Поэтому, конечно, эта проблема существует. Мы пытаемся со своей стороны предпринимать все, что возможно, но пока доступа до него нет. Очень надеемся на закон об МПМ, что он, национально-премитивном механизме, что он будет включать этот общественный контроль за психотическими клиниками. А там есть этот путь? Да. То есть мы, в целом, все его предлагаем. А вы там учитываете то, что практически все руководство, даже главврач, или как он называется, директор Актаса, еще что-то эффективы для чиновников, а не бывшие сотрудники КНБ? Ну, нет, естественно, откуда все это бралось? Это же все были, это все технологии. Они же оттуда пришли, они же не реформировались ни в коей мере. То есть не просто КНБ-шников, да? Нет, даже санитары. Продолжение следует...